Микс Ньюс. Да, добрый день, уважаемые радиослушатели. Еще раз продолжаем работу в прямом эфире, как мы уже анонсировали. Сейчас у нас гость из Санкт-Петербурга, декан юридического факультета Северо-Западного института управления при президенте России. Я знаю, что там еще есть добавка. Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы. Это принципиально. Это принципиально. Конечно. Да. Вот это очень хорошо, что вы точно расшифровали эту длинную аббревиатуру. Зачем приехали, с чем приехали. Я знаю, что у вас очень насыщенная была поездка по всей Латвии, так что вы, наверное, один из немногих, которые уже всю страну объездили буквально за два дня. Вот цель визита. Цель визита – попробовать предложить наши образовательные услуги Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы. А именно мы являемся самым крупным филиалом, и всего 54, который работает на Северо-Западе, в Петербурге. То есть у этого института есть только филиалов? У нашего большого, Роских, 54 филиала. Мы один из них. Самый большой университет сейчас России, там 120-150 тысяч человек учатся в целом по всей структуре. Мы поскромнее в Петербурге, 15 тысяч, но это все равно много. Это много. И идея, конечно, возникла следующая, что мы понимаем, что здесь происходят достаточно серьезные изменения, в том числе и в языковой и образовательной политике. И как либерал я считаю, что у людей должны быть возможности, а дальше они между ними должны сами выбирать. Если не такие, значит другие. Поэтому наша идея заключалась в том, чтобы пригласить людей, ребят, которые хотят учиться у нас очно, заочно, очно-заочно в наш институт. И надо сказать, что у нас есть несколько вариантов обучения. Квотные места у нас есть. И до сих пор можно... Даже такие есть. Да, если посольство распределяет свои квотные места, у нас есть свои, именно нашего института, они на сайте нашем находятся, мы сайт назовем. Еще до 20 мая можно постараться туда попасть и заявиться. Хотя не очень много, это там меньше 20, но тем не менее. Но приезжают к вам студенты из Доргейш-Страта? Конечно, конечно. У нас все это заполняется. Мы медленно и постепенно растем. И на самом деле очень большую активность предъявляет, конечно, в первую очередь, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан. Ну, я считаю, что мы, как северо-западный филиал, это наша каноническая территория, мы должны двигаться в сторону Балтии, если мы хотим заниматься интернационализацией образования. А это важный процесс. А это у нас тоже поставлено как задача, что мы должны создавать интернациональную среду, приглашая людей из разных стран общаться, учиться. Одни идут туда, другие идут сюда. Значит, второй вариант, они поступают к нам, ну, как бы на общих основаниях. Разница у нас невелика. Они поступают на общих основаниях с российскими гражданами. Единственное, российские граждане приносят ЕГЭ, ЕГЭ, государственный экзамен. А здесь необходимо пройти вступительные испытания. Все-таки вступительные экзамены есть, да? Это некоторые тесты, которые мы предполагаем, я сейчас потом соответствующие дам адреса, что они проходили здесь, чтобы ездить никуда не надо было. Здесь, как бы, вы заявляетесь. Мы организовываем принятие вступительных испытаний. Это, да, это потребует что-то там подучить, но это не безумно трудно при наличии общекультурного уровня. То есть, это не высшая математика? Это не высшая математика. Хотя, например, для менеджмента, если вы идете на это направление, вам потребуется русский, обществоведение и математика. А если вы пойдете на юридический факультет, который я представляю, то там будет русский, обществоведение и история. Там не будет математики. Для многих это спасение. Ну, конечно. Поэтому факультеты, где нет математики, сейчас они получают дополнительный такой мощный толчок. И дальше еще есть третий вариант, который я считаю необходимо упомянуть, поскольку, я думаю, он может быть интересен тем, кто хочет все равно связывать свою жизнь и судьбу с Латвией. И, тем не менее, например, сложно каким-то таким вот рафинированным предметом учиться на языке, который вы владеете хорошо, но не стопроцентно. Мы договорились с Балтийской международной академией организовать программу параллельного обучения. Что это означает? Мы взяли наши программы, где у нас есть определенное совпадение, и сказали, смотрите, вот здесь есть перекрытие, и поэтому мы действуем так. Мы говорим, вот это программа, где человек может учиться параллельно в двух вузах и получить два диплома. Он поступает по латвийским правилам БМА сюда, по нашим правилам к нам. Дальше он выбирает себе базовый вуз, в котором он хочет проходить основной объем образования. У нас, значит, на русском, БМА, значит, на государственном языке. А после этого, когда он прошел это основное обучение, у него есть возможность доздать разницу академическую в том вузе, который является уже дополнительным образованием. Если он доздает, он теперь учится на государственном, хочет доздать у нас, но будет доздавать на русском. Если он учится на русском, он приезжает сюда, он может доздать либо на латышском, либо на английском. Такой вариант тоже есть. Потому что, конечно, 20% сохраняется. Все в соответствии с вашей либеральной теорией. Есть возможность выбора. Да, должна быть возможность выбора. Более того, мы сказали, каждый студент сам выбирает, какую форму он хочет взять. Хочет он взять очную форму, заочную форму, очно-заочную, потому что там финансовые условия меняются довольно сильно. Но в целом, если мы берем очную форму один год, там был калавриат обучения, то цены будут колебаться за год от двух до трех тысяч евро. Но самые дорогие это юридические и факультеты международных отношений. А там, скажем, такие факультеты, как финансово-экономический факультет, факультет социальных технологий, которые участвуют в этом. Плюс у нас есть, но не участвующие в двойной программе, но тем не менее, факультет государственного муниципального управления, факультет там можно администрирования безопасности, там подешевле. Что важно? Если вы выходите на уровень заочного образования, либо очно-заочного, цена в половину. Да, вам немножко чуть-чуть подлиннее придется учиться, для бакалавра лишний год, для магистра это полгода, но все равно это финансовая оптимизация. Но я так понимаю, что у вас полный цикл, я знаю, что у вас и докторантура есть, видимо, да? Да, все есть, и аспирантура есть, и магистратура, и аспирантура. И, что еще тоже немаловажно, если вы прошли основное обучение в базовом вузе и заплатили там 100%, то сдачу академической разницы вы будете платить 30% от стоимости этой программы вот в этом дополнительном вузе. То есть вы за относительно умеренные деньги выходите с двумя дипломами, один российский, причем у нас не филиальский диплом, у нас общий, его подписывает ректор МАО. И это диплом, уважаемый по всей стране. Да. Кто не знает, кто не знает МАО. Конечно, кто не знает МАО. И у вас есть диплом, который признается в Евросоюзе. У вас разрешаются возможности карьеры. Я считаю, что очень полезно побывать в другой стране, посмотреть культуру, найти друзей. Вот мой тезис, который я повторяю всегда и считаю, что важно. Как бы сложно сейчас не складывались отношения, мы понимаем, что нам надо работать на перспективу. Сегодня так, завтра иначе. Да, и как сейчас мы будем ориентировать новое поколение, так там и получится. И всегда говорю, что если у вас есть в другой стране друзья, и вы вместе с ними общались, видели, как они утром встают, собирают ребенка, хормят его завтраком, отправляют в школу, но после никакая пропаганда из этой нации не сделает для вас врагов. Вы же видели все это, вы же знаете, вы знаете, что это нормальные ребята. Ну, такие же, как мы. Ну, да, бывают сложности, да, трудности, но есть основания для общения. Да, вот побывали люди чемпионате мира футбола, да, но все-таки по-другому взглянули на ситуацию. Да, и вот у меня есть тоже, как бы, коллеги, с которыми мы с 88-го года общаемся, малатышские коллеги, которые мы познакомились и в разных качествах, по-прежнему поддерживаем им контакты, какие бы сложные вопросы не были. Мы садимся, обсуждаем, возьмем там чашку чая, стакан пива и в конце концов, ну, в общем, более-менее понимаем, что, куда, как и зачем. Что касается, вот действительно, системы высшего образования в России, может быть, не все знают о нюансах, особенно учитывая, что сейчас по существу, ну, конец апреля, и это значит, что те, кто сейчас учится в 12-м классе, выпускном, в Латвии, для них самая такая, последний момент вообще определяться. годы обучения, то есть это баллонские процессы, такое же время обучения на бакалавра, на магистры. Немножко побольше. У нас размахнулись, если бы, будем говорить про очное обучение. Да, проочное. 4 года магистратура, 2 года магистратура, 6 лет. Полный цикл 6 лет. Полный цикл 6 лет. Ну, вот так мы готовим. Есть ли аспирантура, по-моему, еще 2 года, да, или даже 3 года. 3 года, да, аспирантура. Сейчас эта аспирантура постепенно становится третьим уровнем образования, там есть обучение, там есть педагогическая практика, и в министерстве вводят идеи, а давайте-ка мы сделаем обязательным для того, чтобы вы были преподавателем, либо кандидатскую степень, либо выпуск из магистратуры. Ну, пока это идеи, надеюсь, что мы тоже, опять же, как либералы, скажем, делать этого не надо. Надо распределять возможности. Может быть, прекрасный преподаватель, великолепный специалист. Ну, без ученой степени, да. Да, или там он не закончил аспирантуру. Вот, я назову сайт. Это, естественно, 3W, сзиу, S-Z-I-U, точка, ранепа, простой сайт, точка, ру. Там можно будет найти все, что касается нашего института. И еще одну почту назову. И если вы потом решите поступать и говорите, хочу здесь пройти испытание, то почта такая, МОДРОВНАВИ, в середине МОДРОВНА, собака, gmail.com. И телефон назову 29224019. Еще раз повторю. Электронная почта МОДРОВНАВИ, собака, gmail.com. Телефон 29224019. Вот эти координаты, если вы считаете, что да, вы определились, да, вы хотите к нам, ну, тогда вот, пожалуйста, сюда записывайтесь, звоните, мы организуем испытания, люди подъедут, и не требуется туда ехать. Хотя, в дальнейшем мы понимаем, что сообщение здесь прекрасное. Да. Автобус одна ночь, достаточно недорого. Есть и поезд, есть и самолет даже. Ну, поезд медленный. Медленный, да. Да, 16 часов, автобус идет 10. Вот, пока поезд медленный, но самолет, как говорится, конечно, более дорогой. Поэтому я сам очень часто пользуюсь автобусом, поскольку мне нравится этот вариант, и это быстро. Вечером закончил работу, прибежал домой, взял вещи, сел в автобус, и утром ты уже вышел здесь в Риге. Пожалуйста, как день начат, ничего не потеряно, ни одной минуты. Как вот раз мы приехали, и тут же сразу же оказались на радио, например, да? Да. Через полчаса после приезда. Если мы говорим действительно вот о Санкт-Петербурге, о Северной столице, можно ли сказать, что и вузы в Санкт-Петербурге как-то конкурируют между собой или равняются друг на друга? Какая вот система? Что сейчас вообще происходит в высшей школе родного города? Безусловно, в высшей школе происходил такой интересный процесс, когда вдруг стало резко расти количество вузов. И государственные, традиционные, появлялись новые, возникает новое ведомство, создает свой вуз. Очень хочется. И стали создаваться частные вузы. Ну, хочется, да. Причем колоссальные частные вузы. У нас есть вузы, которые дошли до уровня 30 с лишним тысяч студентов. И филиал от Калининграда до Хабаровска. Сейчас, конечно, ситуация немножко усложняется, потому что количество студентов стало поменьше. Мы как-то объективно разогнали систему образования, чтобы были моменты, когда количество поступивших в вуз превышало количество выпускников в школу. На вопрос, как такое может быть, но это те, кто не успел поступить в прошлые годы. Система достигла своего предела. Ясно, что сейчас она будет постепенно сжиматься. Начинается конкуренция. Самые сильные начинают, конечно, выигрывать. Вот я могу сказать, я декан 4 года юридического факультета. И факультет за это время, бакалавриат, вырос набор вдвое. То есть, у нас где-то было человек 110-115, сейчас мы набираем где-то 220 человек на бакалавриат. Магистратура тоже выросла, я бы сказал, тоже в несколько раз. И приходят магистратуры и те, которые бакалавриат не ваш вуз заканчивали. Тоже ведь можно, да? Там была проблема, что и немножечко требовалось взять, делать такие магистратуры, чтобы все наши получали возможность, а то они уходили в другие вузы. Результат такой, что кое-каких вузов, конечно, набор схлопнулся. Вот это и есть чистая конкуренция. Конечно, наше государство, как всегда, старается в это влезть и говорит, ну как же, ну вот это же национальное достояние, это же государственный вуз. И очень часто, конечно, вопросы аккредитации идут по частным вузам непросто. Это такая сложная дискуссия, как мы считаем, взаимодействие с чиновничьим миром. И у нас непостоянно. И у вас непостоянно, что вам это все более-менее понятно. В целом, я могу сказать, что, конечно, система высшего образования, но она не является абсолютно идеальным состоянием, это тоже понятно. Два, наверное, ключевых момента. С одной стороны, это старение, старение преподавательского корпуса по разным причинам. Ну, буквально один к одному, недалеко мы это... Да, и все равно, как бы, вроде мы начинаем там где-то больше зарабатывать пытаться, но пока зарплаты, конечно, не столь конкурентные, как хотелось бы. И, конечно, поскольку стареет вот корпус, достаточно непросто бывает переходить на новую форму обучения. Если преподаватель, как бы, старому медведю не научишь новым танцам, он привык, что он всегда читает лекцию и студенты слушают. Ему говорят, слушайте, какие лекции? Это дедовский способ передачи информации. Один читает, другой записывает. Может быть, мы сразу ему раздадим написанное, да, или дадим ему ссылку, где он может... Наши вопросы, вот ваши ответы. Вот видите слайды, немножко видите лицо, дальше вы видите вопросы, вы интерактивно работаете, а дальше преподаватель приглашает, и вы начинаете разговаривать с ним о деталях, об особенностях, а что понято, что не понято, а как вы это вот будете интерпретировать. Вот этот вариант работы, оборганизация групповой работы, это все мы начинаем, конечно, делать. Удаленный доступ... Вообще современные технологии используют. Да, и вот эти формы работы, они необходимы. Потому что мы очень часто, мы считаем, что у нас образование всегда было самое лучшее. И вот с этим приятным ощущением мы вошли в пореформленное время. Я помню дискуссию, как полномочного представителя президента, ко мне пришли ректоры. Основное... Это в 90-е годы. Да, в 90-е. Главный вопрос, дайте деньги. Ну, нам же надо. Я говорю, коллеги, вы поймите, вот сейчас интеллигенция сказала, мир кругом России, Советский Совет, поменяйтесь, все, Россия уже Россия была. А теперь мир говорит, вам надо меняться. А мы говорим, нет, мы ничего менять не будем. Деньги дайте. Да, да, только деньги. У нас все правильно, у нас все отлично, мы работали, так и будем. Дальше начинается дискуссия, что наше образование самое лучшее. Он говорит, ну, а как вы это, говорю, установили? Ну, как, говорит, берем наши вузы лучше американских. Я говорю, ну, этого, батенька, хватили. Тогда он говорит, ректор, а, говорит, возьмем 100 студентов наших и возьмем 100 студентов американских. Наши 100 студентов лучше. Я говорю, а каков критерий истины? Практика. И поэтому качество образования определяется тем, что у нас за окном. Вот как мы живем, вот это и есть оценка качества образования. Если у нас образование отличное, то означает, у нас работает промышленность, у нас отлично организовано управление, все, как говорится, скворчит, работает и так далее. Значит, что-то здесь не так. При всем уважении. При всем уважении. По вашим внутренним критериям все здорово. Как только вы уходите во внешний мир, вдруг выясняется, где изобретения, где патенты, где новые технологии. Опять работают. Либо надо купить, либо пойти в СВР, службу внешней разведки, попросить, чтобы они эту технологию понятным способом к нам принесли. Это было по последнее время основной задачей. Ответ был такой. А это политики виноваты. На что я сказал, а кто политиков учил? Это же тоже люди, которые выходят из системы образования. То есть, какое общество получается, это и есть на самом деле основной критерий качества вашего образования. Есть такой грустный, мне кажется, в какой-то степени грустный анекдот, но это на самом деле правда. Это тоже картинка из 90-х как раз, когда у телевизора собирается вся семья, пожилые люди, родственники, знакомые, соседи. И, значит, банки воды заряжают. Помните, Чумак заряжал. Конечно, конечно. И надпись. И вот эти люди получили самое лучшее в мире образование. То есть, они со всей уверенностью с этими банками с водой приходили и думали, что Чумак сейчас ее будет посредством экрана заряжать. Я такой, когда был помоложе, проводил такой острый эксперимент. Обычно, когда гуманитары, они могли разбушеваться, говорили, как вы не знаете такую-то дату, а вы не знаете какую-то дату, когда там царь правил. Я вообще-то, моя специальность, математические методы квантовой теории поля, я кандидат физико-математических наук, я задавал простой вопрос. Каждый образованный человек обязан знать, когда такой-то царь, там где-то правил. Я говорю, почему на Земле меняются времена года? И все. И на самом деле, практически только процентов 5, дальше начиналось интереснейшее обсуждение. Перебирались все варианты. Это действительно, мы же проходили это все в школе. Да, прошли. И вот это та проблема, с которой сталкиваемся, конечно, и мы, и многие страны, что бессмысленно сегодня нагружать человека информацией. Google в помощь. Википедия есть. Пожалуйста. Все присутствует. Не нужно контурные карты рисовать. Не нужно давать гигантский объем информации. У него должно быть четкий навигатор, как он по этому будет ходить. И какие важные моменты, где что. И как он это найдет. Как это все воспринимать. Определенные основные позиции. А дальше начинается. А что вы умеете? Какие у вас навыки? Вот об этом мы и обсудим буквально через несколько минут. Новости и реклама. Не переключайтесь. Микс Ньюс. Сергей Цепляев. У нас гость из Санкт-Петербурга. Представитель Северо-Западного института управления. Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы. Да. При президенте России. Да. Мы говорим действительно о возможности, о расширении возможности получения образования высшего, в том числе близкой к нам России на родном русском языке. Вот интересно, мы тут в перерыве тоже обсуждали как раз о том, ну по существу о подготовке тех, кто заканчивает школу, об их подготовке к дальнейшему образованию. Казалось бы, все понемножку. 12 лет, да, я так понимаю, что в России 11, да, получается. Ну формально было даже 10, 11 называлось, но было 10, да. Ну, в любом случае, казалось бы, ну 10 лет, 12 лет. 11 лет, да. Да, вот основные какие-то там понятия обо всем понемножку можно, ну не хочется такое слово сказать, вдолбить, но тем не менее дать вот это представление о том, что в дальнейшей жизни понадобится. Но вот действительно, вот вы упомянули Балтийскую международную академию как партнера вашего вуза, вот совладелица профессора Никифоров, когда где-нибудь к этой двери приходят как раз будущие абитуриенты, учащиеся 11-12 классов. Ну, как обычно, конечно, хорошо, что молодежь амбициозна. Она приходит с таким, ну что вы нам тут скажете, что мы уже мэтры столько в школе отучились. Зарплата меньше стольких-то, тысяч меня не устроит. Да, да. Вы нам гарантируете, да. Да. Притом даже он не спрашивает, а что же надо делать за эти деньги? Говорит, вы, пожалуйста, вот это, тогда мы начинаем разговор. Ну, и он говорит, слушайте, ну вот, ребята, вы только еще учите в школе, во все должно быть свежо. Вот простой вам вопрос, попытайтесь объяснить. Ну, как же так? Он физик по первому образованию, по второму, там, философ. Он говорит, ну вот есть кусок железа, но положил его в воду. Ну, он утонет, да. А вот корабль, сделанный из железа, ну, плывет же, все в порядке. Как это? Вот объясните, это простой закон физики. Ну, и он говорит, что, как обычно, к гадалке не ходи, вот каждый раз меняются вот эти поколения студентов, ну, два-три человека находятся, которые более-менее доступным языком пытаются объяснить вот этот закон физики. Ну, вот эта проблема, с одной стороны, что мы очень часто обучаемся, как отчинаж. Ты отторобанил текст, вы сказали, молодец. Молодец. Запомнил. Зачет. Получил экзамен даже иногда. Экзамен, да. И ушел. А дальше вдруг выясняется, что пользоваться-то этим не умеешь. Ты не знал, да. Ты должен уметь... Зазубрил. Уметь оперировать. Ты все знаешь. Вот это была история, когда было соревнование разных школьников, и вот был поставлен вопрос. Оцените площадь Антарктиды. И вроде все школьники знают, а наши вылетают, а финские исправляются. Потому что, если вы посмотрите на карту, вы поймете, что это почти круг. Вы можете посчитать, там, сколько градусов на карте нарисовано. Вы знаете, радиус Земли 6 тысяч километров. Это вам достаточно для того, чтобы сосчитать приблизительно, какова будет площадь Антарктиды. Но это надо уметь скомпоновать все эти отдельные части. Так вот и вы знаете, да. Если вам это не рассказывали, да, то вы не можете этим пользоваться. И здесь еще одна громадная проблема. Здесь я уже наступлю на горло, как бы, своей гуманитарной песне, да, и вернусь к истокам. Умные люди писали и говорили, что вообще ключевым вопросом является, как вы хорошо развиваете именно инженерно-техническое образование. И немножко сдобрено естественно научным. Даже у гуманитариев. Ключевая проблема, ключевая ошибка многих стран, что бросились в громадных объемах развивать чисто гуманитарное образование. Гуманитарный компонент должен быть у каждого. Нельзя делать чистого технаря, который вообще ничего не понимает в этой жизни. Он должен быть приготовлен к жизни. Вот. И это касается. Но если у вас нет людей, которые создадут промышленность, которые создадут экономику, а где будут работать гуманитары? У них просто не будет рабочих мест, потому что и они создаются вот именно этой экономикой, которую кто-то должен создать. И это мы наблюдаем. Они потом бегут работать на кассовый магазин, потому что, конечно, все хорошо, социологи, психологи и так когда, а дальше где работать? Если вы человека учили японской филологии, а потом посадили на кассу, то, скорее всего, вы сделали его на всю жизнь несчастным. Просто в силу того его ожидания, которое создано и та реальность, которая есть. И поэтому вот гуманитарное образование надо очень внимательно дозировать, понимая, что, да, гуманитарный компонент должен присутствовать везде, но чисто гуманитаров надо готовить умеренно. Почему юристов по-прежнему растет количество, я уже говорю, увеличивается? Да, и у нас тоже, кстати, говорят. Потому что на самом деле это не просто профессия. Вот эта совокупность людей, можно слово сказать, каста, это системообразующая группа. Потому что вся общественная ткань сегодня образуется и работает благодаря юристам. Они пишут Конституцию, они пишут законы, они пишут регламент, они пишут уставы. Дальше они разбираются в спорах, кто прав, кто не краб, допустимо, недопустимо. И поскольку у нас вся жизнь все больше и больше развивается не методом приказа начальника, да, а все-таки мы все время стараемся думать о порядках и правилах, и это везде так, даже в любом бизнесе, пожалуйста, устав, компания, там, регламент, деятельность, должностные инструкции, везде появляется очень большой простор для юристов, которые должны это все, на первых, создать эту всю сложную конструкцию, дальше должны ее обслуживать, принимать решение, что соответствует, что не соответствует. Они находятся в центре организации общественного процесса. Поэтому я думаю, что мы еще некоторое время будем насыщать. Это не говорит, что там все юристы получаются прекрасные, там приходят очень разные люди, но я думаю, что естественный отбор в специальности потихонечку будет давать о себе знать, и мы будем получать чуть более лучшее качество, чем имеем сегодня. Ну, в принципе, насколько я понимаю, если я не прав, вы мне поправьте, что все-таки вот те, кто учится к примеру на юридическом факультете, близко вам как декану юридического факультета, все-таки задача вашего вуза с вашей специализацией готовит в основном юристов для работы внутри России, для российского законодательства. Или вы даете международное понимание тоже? Первое. Конечно же, очень многие приходят, и мы помним эту историю, люди говорят, хочу стать чиновником. И тогда, конечно, наш диплом, как говорится, является одним из лучших. То есть, он открывает дорогу к государственной службе. Понятно, что это научная работа, это колоссальный объем, и многие предпочитают уходить в более практический вуз с фундаментальной подготовкой. Вторая часть. Какая-то часть уходит работать в бизнес. Я когда подписываю практику, направление, вот эти пошли в суд, эти пошли в следственный комитет, эти там двинулись в какую-нибудь еще федеральную структуру, администрацию области, а вот направление в Газпром структуры, а вот в общественной организации, а вот у нас адвокатура, а вот адвокатариат, абсолютно разные. И поэтому люди понимают, что они будут двигаться в очень разных направлениях. Где-то, конечно, есть уже и семейные подходы, там папа-нотариус, да, он уже сына готовит. Ой, как они нам знакомы. Папа-юридический, руководитель юридической конторы, готовит сына. Хотя сын иногда просто в тоске, потому что, в общем, этот механизм, конечно, в нашей жизни уже работает плохо, что если пять поколений пекли булочки, то и ты будешь пить булочки. Даже если у тебя к этому нет никакого… Да, и не заикайся. Реально, следующие поколения говорят, знаете, я хочу заниматься совершенно другими делами, сами решайте, хотите, продавайте фирму, хотите, ее акционируйте, что делаете? Я пошел своей дорогой. Поэтому это, конечно, немножко меняет ситуацию. Но, в целом, я подчеркну, что, конечно, вот мы всегда на словах, и в России это характерно, мы говорим, что да, образование самое главное. Ну, конечно, ну, ясно же дело. Да. Образование – это ключевый вопрос. И мы говорим, люди, человеческое потенциал, это самое. И мы написали программу 2030, там люди получили за это ордена и медали за подготовкой стратегической программы развития России человеческий капитал, образование, здравоохранение. Это вот ключевые моменты. Дальше приходят серьезные дяди, говорят, да, это все правильно. Красиво написано, да. Но сегодня у нас совсем другие задачи. Нам нужно срочно укрепить оборону здесь, нам нужно срочно построить вот это здесь, нам нужно срочно сделать то. Да, образование, конечно, но потом. И вот здесь… Сейчас оборона. Да, оборона. Иногда, конечно, доходит до смешного, потому что сенатор обращается к министру образования, он из бывших заместителей командующих ВВС, и говорит, что, слушайте, ну, ты что пацифисты дело довели? Уже год только, во-первых, служат, а во-вторых, в школе нету начальной военной подготовки, они автомат Калашникова разобрать, собрать не могут. И, говорит, что, говорит, как они родину будут защищать, что, говорит, первым кисточкой. И человек воспринимает людей исключительно как живую силу. Он ничего в этом больше не видит. Хочется задать вопрос этому глубокому сенатору. А вам кто оружие поднесет? Вы его откуда? Даже вот если встать на их позицию. А им кто это все сделает? И вдруг выясняется, что вам нужны инженеры, математики, творческие люди, которые в состоянии творить, выдумывать, пробовать и смотреть на что-то и говорить так. А почему это так делается? Так же плохо, так неправильно. Я сейчас все сделаю по-другому. Если сказали, не высовывайся, люминь, все как один, разбираем автомат, ну дальше у вас не будет ничего. Вы просто-напросто постепенно проживете весь тот потенциал, который был докуплен раньше. Видимо, Сената все-таки не слушал президента России, который недавно сказал, что вообще, в принципе, он видит будущее, это контрактная служба и только контрактная служба. И он как раз упомянул то, что сказали вы, что технологии сейчас решают практически все. И если человек не владеет современной технологией, а он продолжает при всем уважении к этому типу вооружений просто собирать на скорость и разбирать калашников, ну и что? Да, его воспринимают только как будущую военную живую силу. И все, больше его не видят в никаком качестве. А кто будет создавать вам это все? Технологии, оружие. У него сейчас технологии такие, что уже и выстрелить ты не успеешь. Ну да, это конечно. Из калашникова, да. Но то, что вы сказали, несколько вызывает грусть, поскольку я начинал с народного депутата СССР, члена Верховного Совета, секретаря Комитета по вопросам обороны государственной безопасности. Он 30 лет как раз? В 89-92 год, да, до распада Союза. Тогда был разговор, ну все, контрактная армия. Ну вот сейчас. А, уже тогда даже? Да, естественно. Первый, один из первых разговоров, что решили, что давайте-ка перестанем призывать студентов. И один из аргументов, например, был, что студентов вузов и техникум в Советском Союзе с фронта отзывали в 43-м году, еще Сталинград был впереди. Они понимали, что без этого невозможно. И надо отзывать, а кто вам это все будет делать? Это при Сталине-то? Да. Вот. А сейчас нет, всех как один. Ну тогда отбили эту тему, отсрочки появились. Да. И вторая тема была, конечно, ну конечно надо делать профессиональную армию. Ну 30 лет и делаем. Я, так сказать, смотрю оптимистично, но думаю еще лет 30 и все у нас получится. То есть и будет, да. Потому что на самом деле это серьезная трансформация, в том числе и менталитета военных. У вас уже нет вот этой вот, как сказать, почти рабской военной силы. Нету строительных войск? Нету строительных войск. Стойбатов, точнее. Вы должны понимать, что вы работаете все-таки со свободными людьми, которые нанялись на работу. Это то же самое переход от феодализма к капитализму. Когда вдруг вы вместо того, чтобы иметь крепостных христиан, начинаете нанимать свободных людей на работу. Вот этот переход в военную жизнь. Платить надо. У них еще и права есть. Но результат-то, как показал опыт, гораздо лучше, когда работает свободный человек. Чем раб. Промышленная революция-то что дала? Вот и все. Поэтому это длинная дискуссия, которую я, честно говоря, думаю, не знаю, застану я ее, переход аж окончательно профессиональную армию или нет. Или мы будем слушать это указание, что мы идем в этом направлении, а потом тихо-тихо поворачивать и идти в обратную. Да, вот интересно все-таки о рейтинге, так чтобы и потенциали студента и вашего вуза из Латвии понимали. Я так понимаю, что в России, например, такой же рейтинг популярности специальностей, факультетов для поступления, юристы, наверное, менеджмент. Я смотрел в свое время сравнение рейтинга, что хотели бы видеть родители в России и в Латвии. Это было, правда, несколько лет назад. Может быть, сильно сменилось. Тогда меня поразило отличие от России, что здесь все-таки многие хотели бы видеть детей предпринимателями. У нас все-таки предпринимательская культура пока не воспринимается, и родители все-таки в основном хотят видеть своих детей наемными рабочими, государственными служащими, еще кем-то и т.д. и т.п. Но все-таки государственная служба, она престижная? Пока да. Несмотря на то, что, я так понимаю, зарплаты там отнюдь не такие, как... Там ключевой вопрос очень часто, почему люди это выбирают, гарантии. То есть, я поступил, значит, мне будет гарантия. Как люди в армию идут? И так можно до пенсии. Да, и вот я гарантирован в том-то, в том-то и в том-то. И я считаю, что я хочу работать в большой структуре, будучи защищенным и членом вот этой великой корпорации. Конечно, когда вы выходите в свободный рынок, либо частный бизнес, либо создаете сами, вы должны быть вообще лидером, должны быть человеком, который готов рисковать, готов взбивать руки в кровь, работать днями и ночами. А чуть не всем это хочется. Это же мы прекрасно понимаем. Да, вот интересно, вы упомянули в самом начале, это вот действительно преподавательский состав. Как ваш ВУЗ решает этот вопрос? Потому что, ну, в принципе, для Латвии тоже актуально. Именно то, что, ну, старение профессорского преподавательского состава. И у нас зарплаты даже для профессоров, ну, мягко говоря, не очень конкурентоспособные. Да, особенно это касается молодежи. Ну, как стараемся, во-первых, смотреть, кого мы вырастили и постепенно привлекать и в аспирантуру, и в дальнейшем на эту работу. Потому что есть люди, которые по хладу своему характеру именно ученые, и они вот исследователи, и их наоборот, бросать в рынок невозможно. Они там вряд ли выживут. И приглашать иногда из других ВУЗов, из других мест, если приходит интересный человек, почему нет? Иногда там очень уже уважаемых, но серьезных людей, которые работают и представляют собой там честь и славу, переводим в почетные профессора. То есть находим вариант, как все-таки уменьшить нагрузку, сохранить их за факультетом, но, тем не менее, открыть дорогу молодежи. Тем более, что у вас же все-таки, я так понимаю, осталась эта двухступенческая система кандидата и доктора наук. У нас фактически нет такого разделения. И это правильно, потому что вот сейчас у нас там большие дискуссии, как защищать, так защищать, и так защищать. Но совершенно забыли опять ту тему, которая была тогда главной, опять же, в 89-м, 90-м, 91-м году. Надо отменить двухступенчатую систему защиты. Человек защитил, показал свою квалификацию. Ну, дальше вы работаете. Давайте результат. Решайте то, что сегодня актуально. Нет, он должен сверлить эту лунку почти до конца своей жизни, заставляя своих аспирантов... Даже если это не столь уже актуально. Да, не столь актуально. Потому что ему не может отойти. Ему нужно здесь, отсюда выработать докторскую диссертацию. Докторскую диссертацию сделал, да, уже ближе к пенсии дело подходит. Просто это никому не нужно. К сожалению, это архаика и опять желание построить такое иерархическое общество. Но мы же должны понимать, какие лычки у этого человека. Посмотрите, все кругом исследователи пишут статьи, как мы их ранжируем. Звание у него какое? Капитан, старшой я, еще кто-то. А так все понятно. Просто нестепененный кандидат, доктор, член-кор, академик, еще заслуженный деятель науки и техники. А есть еще герой труда, сейчас уже появился. Ну, это тоже отдельная история. То есть вот жажда расставить людей по полочкам иерархической системы, она неизбывна. И многие доктора, им обидно. Говорят, ну что ж такое, мы столько работали, а теперь этих к нам приравняют. Это сложная история. Вот это все можно решить, но пока... Мы две диссертации защищали, а эти одну... И вы мучаетесь. Мы страдали, и вы страдаете. Будете там все это делать. Вот это вот подход, который пока, к сожалению, тоже преодолеть не удается. Да. Ну что ж, завершая, может быть, разговор, еще раз напомним. Значит, те, кто решил поступить в ВУЗ, в том числе, я не знаю, в Латвийский, вот Балтийский международный академик. Либо, что называется, к нам напрямую, через квотный вариант, либо через обычный сдачу испытаний, пожалуйста. И еще один вариант, когда есть возможность поступить на параллельное образование, у нас и в Балтийской международной академии. Два диплома. И получить два диплома. На нашем сайте и на сайте Балтийской международной академии мы разместим все эти условия, потому что мы вчера подписали все протоколы. Мы вот это вот с пылу с жару, мы запускаем этот процесс. Последний вопрос, который не успел все-таки спросить, а это важно. Вы уже сказали о вступительных испытаниях. Это понятно. Когда человек заканчивает обучение, ну, например, бакалаврат, 4 года отучился, есть ли государственные экзамены выпускные, остались ли, или, может быть, вернули их, потому что в Латвии по этому поводу постоянно меняется ситуация, отменяет, потом возвращает, к примеру, юристов, по-моему, с 21 года опять-таки возвращается государственный экзамен выпускной. У нас сейчас все-таки стараются идти к тому, чтобы была защита выпускной дипломной работы, по-простому. Да, это да. Впускная квалификационная работа. Вот на этом мы сегодня стараемся двигаться в эту сторону, чтобы было так. А, кроме всего прочего, я считаю, что все-таки надо больше общаться. Я думаю, что наши студенты поедут сюда кое-кто учиться. Я разговаривал. Вам это интересно, например, здесь еще второй диплом получать? Ну, многие говорят, да, на английском языке, наверное, нам тяжело учиться где-нибудь в Англии и так далее. А вот ЕСовский вариант – приехать. Сюда или Микс, чуть-чуть русский. Да, да, тоже интересно. Поэтому я надеюсь, что вот этот взаимный обмен, такое нормальное пересечение и, в общем, лучшее понимание следующих поколений двух стран будет. А если это будет, то тогда мы справимся со всеми теми трудностями, которые мы сегодня пережили. Все равно соседями мы остались. А, никуда не денемся, да. Это правда. Сергей Цепляк, нас в студии. Большое спасибо.